Добрый день! В эфире «Время новостей» на телеканале «Юрган» в студии Евгения Ребедева. Командир Ми-8Т приговорен к условному сроку за грубую посадку вертолета. Такой вердикт вынес Ударский суд. Василий Никулин признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Константин Куратов о том, что же произошло в июле 2011 года. 12 июля 2011 года вертолет Ми-8Т Коми-Авиатранса доставлял парашютистов-десантников на Удару на тушение лесных пожаров. На борту находилось 9 человек. Из них 6 спасатели из республики Тыва. Они прилетели на подмогу. В 100 километрах от поселка Ворский вертолет совершил жесткую посадку. Хлопок услышали сыктывкарские спасатели, которые в тот момент работали недалеко от места падения машины. Увидели, что вертолет на боку, лопасти все сломаны и вырыта яма колесами вертолета. И в этой яме, я думал, сначала вода, а оказалось это керосин. Все это вытекало, булькало с двигателей, с топливных баков. А летчики сказали, что двигатели вовремя отключили. Сыктывкарские спасатели оказали первую медицинскую помощь. Затем спецбортом пострадавших отправили в республиканскую больницу. Они были в шоковом состоянии. Это было сразу по ним, как бы, было видно, как они себя ведут. Нервничали. То, что живы, то это чудо. Я считаю, как бы, ну, то есть повезло второй день рождения. По факту аварии Ми-8 начал проверку сыктывкарский следственный отдел на транспорте. Место происшествия обследовала и специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета. И вот выводы следователей. Причина происшествия – непреднамеренное снижение вертолета до высоты деревьев. Это привело к касанию лопастей рулевого винта верхушки дерева, разрушению лопастей, потере управляемости, левому вращению вертолета и грубому приземлению. Командир нарушил правила безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В суде командир Василий Никулин полностью признал свою вину. По приговору ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. Константин Куратов, телеканал Юрген.